Всем привет! В общем, я знаю, что наверняка многие из вас давным-давно перестали следить за новостями, но новости из мира моды для меня безумно интересны, я очень люблю узнавать какие-то новинки, какие-то интриги, и именно поэтому сегодня я предлагаю нам с вами поговорить о неделе моды, которая прошла в Лондоне. Почему? Потому что она полностью прошла в онлайн формате, с какими проблемами столкнулись бренды и дизайнеры, что было кардинально новое, сегодня мы с вами обсудим. Ну а прежде чем начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я публикую какие-то модные инсайты намного чаще. Давайте начинать! Начнем, наверное, с того, что пандемия, которая продлилась более трех месяцев, она очень сильно повлияла на людей, на мир в целом, фэшн-индустрия в том числе пришла к некоторым изменениям. В одном из предыдущих видео мы с вами уже обсуждали, какие изменения произойдут в модной индустрии, поэтому если вы не смотрели, обязательно смотрите это видео, оно интересное, и некоторые, кстати, изменения уже происходят сейчас. Так как недели моды, которые должны были пройти в Шинхай и в России во время карантина, были отменены, организаторы решили в тестовом таком режиме провести все-таки эти недели моды, но онлайн. И вот буквально в апреле стало известно, что неделя моды, которая будет проходить в Лондоне, будет проходить в онлайн-формате. Организаторы решили объединить мужскую и женскую недели моды. Даты проведения это с 12 по 14 июня. В связи с тем, что сроки очень сократились между этими неделями моды, некоторые бренды и дизайнеры физически не успевали просто подготовить новую коллекцию, подготовить презентации, показы и какой-то интерактив. К сожалению, многим брендам пришлось из-за этого отказаться. И поэтому платформа, на которой, собственно, проводится эта неделя моды, была предоставлена брендам и дизайнерам для того, чтобы можно было внедрять разные форматы, не только касательно одежды, показы и презентации, но и какой-то интерактив. Особенности проведения этой недели моды. Первое это то, что организаторы предоставили онлайн платформы, на которых бренды и дизайнеры показывают и увлекают зрителя своими коллекциями. Официальный сайт это londonfashionweek.co.uk. Именно здесь собраны все форматы, которые были предоставлены, а также это инстаграм-страницы тех брендов, которые смогли взять участие в этой неделе моды. На официальном сайте представлено несколько форматов, видео и аудио, и мне кажется, любой зритель найдет то, что ему больше по вкусу. Первый вариант это, конечно, непосредственно показы и презентации новых коллекций. Бренды и дизайнеры заранее готовились, чтобы отснять свою премьеру. Они снимали какие-то красивые видеоролики или даже некоторые короткометражные фильмы. Посмотрите обязательно презентацию коллекцию Rixo. Это английский бренд, основанный относительно недавно. Их фишка это женские такие романтичные платья. Они сняли очень красивую компанию в таком винтажном стиле, где показывали модели и непосредственно сразу это платье. Ритейл-площадки могли сразу закупать понравившиеся им вещи, что тоже очень классно. Второй формат такой очень реалистичный, который позволяет нам заглянуть за кулисы немножко. Это такие видео-дневники брендов и дизайнеров, которые ведут и показывают свой обычный рабочий день во время карантина. Эти видео-дневники, как правило, публиковались либо на интернет-страничке их бренда, либо в инстаграм того бренда, который приглашал их. Например, мне вот очень понравился видео-дневник дизайнера бренда Дэниел Флетчер, который, кстати, принимал участие в ТВ-шоу от Нетфликса Next in Fashion. Так вот, он как раз показывал, как он приходил на работу, как он готовил новую коллекцию, как все это происходило во время изоляции, было очень интересно посмотреть. Также еще один не менее интересный формат это лайв-стримы. Это такие прямые эфиры, которые проходили, опять же, на страничках в инстаграме с какими-то интересными участниками недели моды в Лондоне. Это могли быть дизайнеры, редакторы журнала British Walk, это могли быть какие-то организаторы. И что самое интересное, вы, когда смотрите этот прямой эфир, вы можете напрямую организаторам и гостям эфира задать свои вопросы, спросить все, что вас интересует. Было очень интересно. Некоторые прямые эфиры сохранились, вы можете их также посмотреть на официальном сайте London Fashion Week. Также на страничке Малбори был очень интересный эфир с британской певицей, которая рассказывала, как она в режиме изоляции готовила новый альбом. Это было весьма занятное. Бренды и дизайнеры столкнулись с многими проблемами. В режиме самоизоляции многие учреждения не работали, как я уже сказала. И вот основным это было то, что фабрики, которые занимаются пошивом новой коллекции, были закрыты. Именно поэтому сотрудникам пришлось отшивать коллекцию в таких спартанских условиях, скажем так, даже или в офисе, или на дому. Вы понимаете, что это совершенно другая работа. И самое сложное это то, что координировать всю эту работу нужно было тоже онлайн. Еще одна проблема, с которой столкнулись дизайнеры, это то, что не было возможности закупать, или даже докупать необходимую ткань для той коллекции, которую они планировали выпускать. И поэтому вот я слушала Дэниела Флетчера, он рассказывал, что его коллекция отшивалась в очень маленьких тиражах. Допустим, это могли быть какие-то 2-3 вещи, но они были необычные, они были максимально интересные и особенные. Мне кажется, что это приведет к такому более осознанному потреблению. Мы будем еще больше ценить эти вещи, понимая, что их не так на самом деле много, и с каким усердием, с какой работой они создавались. Еще один момент, это то, что координирование всех сотрудников, общение, все собрания проходили исключительно онлайн. Нужно было контролировать и процесс создания коллекции, подготовку коллекции к презентации, к показу, все на расстоянии. В общем, мне кажется, для брендов это колоссальный опыт, они узнали что-то новое, они смогли скоординировать всю эту работу. Лично для себя я открыла молодого английского писателя Том Фулери. У него есть, кстати, свой канал на YouTube, где он читает свои рассказы. У него они достаточно короткие, такие повседневные, о каких-то самых простых вещах, но с очень глубоким смыслом. И вот тот рассказ, который он презентовал в формате на London Fashion Week, он называется What Are You Drawing? Рассказывает про современных детей, которые приходят в этот мир и как они видят этот мир. Они видят совершенно по-другому, не так, как мы с вами его уже видим. Очень трогательные все и очень красиво звучит английский язык. Вот это, кстати, очень хорошая практика, если вы сейчас занимаетесь изучением английского языка, или вы просто хотите подтянуть, у него достаточно все понятно. Я думаю, что такой формат проведения недели моды, он, конечно же, останется и будет с каждым годом все развиваться и усовершенствоваться больше и больше. Сейчас вся модная индустрия, да и не только старается уходить в диджитал как раз. И вот, говоря об этом, сегодня, кстати, модный дом Бальман запустил свой виртуальный тур по своему бутику. То есть вы можете зайти на официальный сайт, посмотреть их шоурум, посмотреть новую коллекцию. Поэтому обязательно нужно в этом направлении развиваться. Это наше с вами будущее. Из плюсов, которые стоит, наверное, отметить, это самое главное то, что благодаря такому формату организаторы и бренды, они охватывают большее количество зрителей, чем если бы они проводили это только в офлайн. Это за собой несет следующий плюс, то, что узнаваемость того или иного бренда повышается. Мы с вами можем смотреть, можем присутствовать на всех показах онлайн. Мы узнаем больше о бренде, мы узнаем эстетику этого бренда, мы знакомимся с дизайнерами, с организаторами. Конечно, также большой плюс это то, что есть доступность разных форматов. То есть любой человек, любой зритель по своему вкусу может найти то, что ему понравится больше всего. И самое главное, это идёт непосредственно прямое, живое общение с дизайнерами и брендами. Вот, единственный минус проведения недели моды в Лондоне онлайн, это было то, что не все бренды смогли подготовиться к такому формату. Не у всех было достаточно ресурсов и времени. Это единственный минус, пожалуй, который я смогла выделить. Если у вас есть какие-то идеи, мысли, обязательно пишите их в комментариях, делитесь, мы обсудим с вами. Вот, обязательно заходите на этот сайт, смотрите интересные эфиры, смотрите интересные видео и подкасты. Также всех участников недели моды в Лондоне. А я вам желаю только хороших новостей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok